Боевая готовность. Десантная команда огнеборцев сдает экзамены по высадке в очаге тушения. Скрываться нет смысла. Сотрудники ветеринарной станции продолжают работу по отчуждению свиней из угрожающей зоны. Вместо строительной площадки – арт-площадка «Квартал». В Чите появится еще одно место для реализации любых творческих идей. Забайкалье. Заранее готовится к пожарному сезону, и этот экзамен по прыжкам стал уже традиционным для профессионалов и подготовленных добровольцев. Время на выполнение пожарного норматива – полтора часа. Это высадка, прыжок, настройка снаряжения и в бой с огненной стихией. Прыжок в этой связке важен в первую очередь, ведь чтобы потушить огонь, надо к нему подобраться. Сейчас здесь происходит воздушная тренировка прыжкистов пожарных с самолета Ан-2, которому нужно выполнить 12 тренировочных прыжков с самолетом, после чего они будут допущены авиационным способом к решению лесных пожаров. То есть они уже прошли теоретическую подготовку, сдали зачеты по специальным дисциплинам. Это парашютная, десантная подготовка, охрана труда техники безопасности и охрана лесов от пожаров. Экзамен сдают 35 человек разного возраста. Самому старшему парашютисту-пожарному 52 года. И количество его прыжков уже впечатляет. Я даже приблизительно, ну, наверное, 600-700, наверное, приблизительно есть прыжков. Как пришел на работу сюда, ну, закончил арму, захотелось прыгать. Пошел, валили с охраной. И вот так я всю жизнь тут проработал. Главный инструктор по прыжкам Александр Гурулев рассказал, что 100% пожарных парашютистов в этом году могут сдать экзамен. Но крайне внимательно следит за выполнением нормативов у каждого. Огонь в лесу ошибок может не простить. Змейки походить. Подрыв. В общем, сейчас пройдем воздушную тренировку, они будут готовы на 100%. Каждый год закрепляем прыжки, по 12 прыжков. И получают допуск, и они уже готовы. Наземный или низовой. Он имеет форму, вытянутую по площади с извилистыми границами. Огонь виден местами. Верховой или повальный, когда видны только вспыхивающие кроны деревьев. Подземный или торфяной. Границы огня в этом случае слабо выражены. Дымом затянута вся площадь. Именно таким пожар виден профессионалам с воздуха. Вы знаете, и летчики, которые вылетают на пожар, они те же самые, что и другие, но работа посложнее получается. Потому что отличается своей спецификой. То есть это, как говорится профессиональным языком, летают нижнюю и нижнюю, не по трассе, с разными водными. Взлеты, посадки на вертолетах непредсказуемо, сколько их будет. То есть она посложнее будет. У пилотов она все-таки, работа на листовиционных работах, она сложнее, чем у обычных линейных пилотов. В прошлом году первый лесной пожар был зафиксирован в Забайкалье 27 марта, а завершился пожароопасный период только 2 ноября. Особенно напряженная была ситуация в Читинском районе. Тогда огонь уничтожал лес в Ивано-Арахлейском парке, подходил вплотную к селам и дачным кооперативам. В прошлом году, благодаря кратному увеличению вылетов авиалесоохраны, удалось своевременно выявлять очаги и не допускать распространения огня. Юлиан Тимофеев, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалья. Виновников двух из 19 ландшафтных пожаров, которые произошли в Забайкалье с начала года, удалось установить. Как ни странно, это оказались дети. Материалы разбирательств будут направлены в полицию, после чего ситуацию разберут на комиссии по делам несовершеннолетних. В регионе уже несколько лет действует постановление правительства, по которому производится материальное поощрение граждан, которые сообщили о местонахождении поджигателей или лично помогли их задержать. Так, в прошлом году удалось установить 12 правонарушителей, по сообщениям забайкальцев. Благодаря общим усилиям в 2020-м, по сравнению с предыдущим годом, количество природных пожаров в регионе сократилось на 64%. Однако новый апрель еще впереди. Порыв ветра у нас достигает до 35 метров в секунду. Конечно, создаются идеальные условия для развития пожаров, которые у нас происходят ежегодно на территории Забайкальского края. У нас 143 населенных пункта в Забайкальском крае расположены в непосредственной близости от лесных массивов. Ну и мы, конечно же, все прекрасно понимаем, возникающие природные пожары являются угрозой перехода огня на данные населенные пункты. В прошлом году пожарным удалось не допустить распространения огня с природных пожаров на 25 населенных пунктов. Сегодня в активной фазе подготовка всех сил и средств к предстоящему сезону. Всего в Забайкале на защите населенных пунктов 280 подразделений пожарной охраны. Это почти 5000 человек и 536 единиц техники. Вблизи населенных пунктов главным управлением спланировано выставление более 200 временных пожарных постов силами подразделений пожарной охраны, дислоцирующихся на территории Забайкальского края. Общая численность данных постов состоит 661 человек и 221 единицы техники. Выставление данных постов позволит дополнительно обеспечить прикрытие 83 населенных пунктов с проживающим населением более 70 тысяч человек. В готовности к реагированию аэромобильная группировка численностью 100 человек и 16 единиц техники. Также создано три опорных пункта по тушению крупных пожаров численностью 285 человек и 27 единиц техники. С этого года вступили в силу новые правила противопожарного режима. Какие новшества у нас с этого года? Это увеличение противопожарных минерализованных полос. Значительно увеличились. То есть раньше было 0,5 метров минимальное расстояние, на сегодняшний день 10 метров. То есть все населенные пункты должны иметь по периметру своих границ, так называемую опашку, либо иные какие-то способы. Главное, чтобы вот эта минерализованная полоса нам позволяла не допустить перехода ландшафтных пожаров. Сегодня специалисты проверяют населенные пункты региона на соблюдение всех требований безопасности. Из 33 в 7 выявлено нарушение. Другое дело, что небольшим поселкам бывает сложно найти средства в бюджете для опашки. Чита, к примеру, тратит на эти цели около 2 миллионов рублей. А теперь с увеличением ширины минерализованной полосы сумма вырастет примерно на 40%. Город Чита готов к пожароопасному сезону на 100%. Потому что у нас произведена опашка, минполосы. Минполосы у нас в протяженность порядка 102 километров. Из года в год она меняется, потому что происходит где-то строительство, где-то что. Но мы этому готовы. И в прошлом году нами произведены мероприятия в соответствии с муниципальными контрактами, которые были произведены конкурентным способом удаления сухой растительности. В прошлом году это удалили 612 гектар. Начало пожароопасного сезона в этом году оттягивается. Благоволит природа. Из-за еще не растаявшего снега количество ландшафтных пожаров пока только 19. Против 258 пожаров, которые произошли в крае к этому времени в прошлом году. Вера Садулина, Константин Васильев, РТК Забайкалье. Работы по восстановлению электроснабжения, поврежденного в результате штормового ветра 14-15 марта, сегодня проводились в трех районах Забайкалья. В течение дня было запланировано завершить работы в Забайкальском, Приоргунском и Борзинском районах. Накануне электроснабжение было полностью восстановлено в 12 районах края. Сегодня к 9 утра проблемы были решены в Колганском районе. В личном телеграм-канале вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев обратился к пострадавшим от стихии людям. Друзья мои, сейчас мы полностью работаем по восстановлению электроснабжения во всех наших муниципальных образованиях. Уже, в принципе, есть какие-то успехи. Мы о них вам докладываем каждые практически три часа. Есть много жалоб. С Матусово-Болейского района, что котельная не работает, электричества не хватает. По центральной районной больнице Борзин, ее уже подключили, было по Ковылям. И там котельную подключили к энергоснабжению, ее запускают. Но стараемся сейчас. Организовали взаимодействие с РЖД по тем поселкам, которые от них питаются. И с обороны Энерго. Была жалоба с Нуринск, тоже работаем. Я прошу всех немножко потерпеть. Спасибо за понимание. Я думаю, все мы устраним, все сделаем. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в режиме видеосвязи принял участие в совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Одним из важных вопросов стала газификация ряда дальневосточных регионов. Михаил Мишустин отметил, что уровень газификации в ДФО очень низкий. Необходимо исправлять эту ситуацию. Одно из возможных решений – использование сжиженного природного газа. Забайкалье рассматривается в качестве одного из пилотных регионов. Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам совместно с органами исполнительной власти Забайкалья и Бурятии приготовить предложение по пилотным проектам газификации территорий. По поручению руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Юрия Русанова организована доследственная проверка обстоятельств нападения своры безнадзорных собак на 87-летнюю женщину на улице Бабушкина в Чете. Информация о происшествии появилась в СМИ накануне. Сообщается, что более двух недель назад женщина обратилась в ветеринарную службу, но животные не были отловлены. В ходе проверки следователи установят степень вреда причиненного пенсионерке и дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц ветеринарной службы и иных органов, в обязанности которых входит работа по контролю за регулированием численности безнадзорных животных. В связи с проведением работ по текущему содержанию пути 17 марта с 12 до 17 часов будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на станции Антипиха расположены на 6205-м километре Забайкальской железной дороги. Движение автомобильного транспорта на период ограничения будет осуществляться по альтернативному маршруту. В Забайкальском крае приступили к капремонту 6-километрового участка трассы А-350 возле поселка Агинская. В настоящее время здесь ведутся работы по отсыпке временно-объездной дороги. До конца осени специалистам предстоит восстановить дорожную одежду методом холодной регенерации с укладкой двух слоев асфальтобетона. При этом верхний слой дорожного покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Запланированы работы по отводу воды с проезжей части, восстановлению и укреплению кюветов, ремонту семи водопропускных труб, четырех пересечений и примыканий. Предусмотрено также строительство площадки отдыха для водителей. На ее территории установят туалет, беседку, а также скульптуры, выполненные в бурятском национальном стиле. В защитных костюмах, маской и с веревками в руках ветеринары продолжают работу по изъятию животных. Стучимся в ворота жителя Засопки. К слову сказать, мужчина накануне добровольно обратился к сотрудникам ветеринарной службы. По словам специалистов, у фермера был огромный свинарник, который приносил неплохую прибыль. За неделю до вспышки очага африканской чумы свиней он заколол поголовье для собственных нужд. Теперь же всю мясопродукцию и даже маленьких поросят, которых усыпили прямо на месте, утилизируют в карьере недалеко от свалки ТБО. Почему вы все-таки решили добровольно расстаться со своим хозяйством? А зачем скрываться? Скрывайся, не скрывайся, а потом еще хуже будет. Это инфекция. А вы будете еще заводить? Нет, уже все, хватит. Охоту отбили, все. Одним из переносчиков вируса, считают ветеринары, являются сами люди и собаки. Пес, который гуляет по улице, также может подхотить инфекцию и передать ее свиньям. А человек, оказавший в зоне распространения болезней, станет ее переносчиком. Но все же основной причиной заражения, говорят специалисты, остаются остатки пищи, которые варят молодняку. Ведь зачастую выкормить поросенка лишь зерновыми культурами невозможно. Да и цена корма – 700 рублей за небольшой пакетик кусается. Сколько мы объехали поселений, дворов, то есть заходишь и смотришь, ну стоит чанчик. У бабулечки, дедулечки кастрюлечка с супчиком стоит, с картошечкой, и тут же свинюшком варят. То есть они все варят. Заражение происходит, значит, элементарным путем. То есть это, значит, продукты, отходы вот эти вот, которые не переварены, пищевые отходы. ДНК-вирус, он уже сохраняется в колбасе до 80 градусов, а батон до 75, то есть он прекрасно себя чувствует там. А мы поели шкурочку от этого, отбросили кому? Свинюшкам, чтобы пожирнее было. Ну вот и, как бы вот таким вот образом. По словам Елены Корниловой, жители края понемногу осознают, насколько серьезная ситуация с АЧС в регионе. Только сегодня бригада ветеринарной службы Читинского района собрала 15 голов и 260 килограммов мясопродукции, обработав уже 5 заявок. Напомним, обратиться за компенсацией после отчуждения животных можно по адресу улица Амурская, дом 13. При себе иметь заявление, копию паспорта, реквизиты для перечисления денежных средств и акт изъятия. По вопросам африканской чумы свиней следует звонить на линию по АЧС 23-06-64, 23-06-63. Анна Бородина, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье. Пока на территории Забайкальского краевого училища культуры только стройплощадка, но уже видны очертания будущей сцены. Здесь возводят проект арт-площадка «Квартал», строительство которой стало возможным благодаря выигранному гранту Норникеля. Победа в конкурсе «Мир новых возможностей» принесла финансирование в размере 6 миллионов рублей. Благоустройство территории включает в себя размещение нескольких сценических объектов. Большой комплекс, площадь сцены 54 квадратных метра. По периметру будут расположены малые сценические площадки, хореографический подиум, театральная площадка и несколько других арт-объектов для раскрытия тематики. Делается это все для молодых ребят, для самоорганизованных творческих коллективов, для индивидуальных артистов, для поэтов-художников, кого угодно. Мы открыты для всех, готовы в рамках проекта и за его пределами предоставлять площадку совершенно безвозмездно, для того, чтобы ребята могли раскрывать свой творческий потенциал. Фундамент заложили еще осенью. Сварочные работы конструкции производились зимой в цехах подрядной организации. На май запланирована сдача всех работ. Здесь уже запланированы празднования Дня защиты детей, Дня славянской письменности, серия мастер-классов по сценическому и актерскому мастерству, вечерние кинопоказы. Площадкой могут пользоваться и студенты училища культуры. В рамках данного проекта на его базе у нас сейчас разрабатывается еще один проект. Название его пока раскрывать не буду, но тематика примерно схожая. Мы хотим организовать наставническую поддержку более глубокого уровня для музыкальных исполнителей, также самоорганизованных, у которых нет своего режиссера, художественного руководителя и так далее. Автор идеи Вероника Артемьева. Она преподает менеджмент социально-культурной сферы. Вероника уверена, что арт-площадка станет серьезным культурным магнитом, который притянет всю творческую молодежь не только из этого района, но и со всего города. Продолжение следует...